Продолжаю ежедневные короткие выпуски своего видео-дневничка. Рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я рассказываю, что в разные годы века минувшего происходило на нашем полуострове. Сегодня 18-й день января. В 1940 году газета «Жупановский ударник» опубликовала заметку, а не пора ли ударить по рукам. «Жупановский ударник», напомню тем, кто не знает, это была многотиражная газета «Жупановского рыбкомбината». Нет уже рыбкомбината, нет села Жупаново, соответственно, нет газеты. Но мы читаем старые пожелтевшие газетные страницы. С назначением товарища Хлопушина облегчённо вздохнули рабочие. Этот парень порядок наведёт. На деле вышло иначе. Первый же кунгас с грузом вскружил Хлопушину голову. Немедленно же были взяты им из торгового оборота в свою пользу сапог кожаных две пары. Валеных одну пару и два полушубка. На этом не успокоился. Открыл продажу со склада, спирта и промтоваров. На вопрос одной гражданки, как быть с её нуждаемостью к празднику в чулках и носках, товарищ Хлопушин, незадумываясь, ответил, «Можете ко мне обратиться, я это могу вам сварганить». На вопрос, правда ли всё это, товарищ Хлопушин спокойно отвечает, «Я никого не боюсь, никто мне не укажет». И свои слова притворял в дело. Минуя магазин, брал из склада целыми головами сыр, для аппетита спирт и для усложнения своего слуха нежными звуками, брал целыми пачками патефонные пластинки. А не пора ли ударить по рукам за подобную реализацию общественных фондов? Подписи. Лутохин. ГУЛАГ. Перемещание редакции. Решением Портбюро кандидату партии товарищу Хлопушину вынесен строгий выговор с предупреждением и недопущением работать на ответственных работах. Приказом по комбинату от 14 января 1940 года завскладом Хлопушин с работы снят, одновременно назначена проверка и прием склада. Дело Хлопушина передано следственным органам. Напомню, это была рубрика «Камчатка. День за днем», 18-й день января. Мы читали газету «Жупановский ударник» 40-го года века минувшего. Камчатка «Жупужинка» Продолжение следует...